История субтитров А.Семкин История субтитров А.Семкин То, наверное, стоит предупредить о том, что будут возникать самые разные эмоциональные впечатления. Но будет, например, обязательно так, что какой-то материал покажется знакомым, увлекающим вас и соответствующим вашим ожиданиям. Но сразу должен предупредить, что будет и не так. И этому не надо удивляться, потому что сегодня слово психолог, вот каждый из нас пришел сюда, и то, что у него стоит за словом психолог, настолько разнообразно. И это будет заведомо отличаться от того психолога, каким, скажем, вы будете пытаться стать в течение этих пяти лет. То есть научного психолога. Мы, конечно, будем проходить научную психологию, и она будет отличаться от житейской. И тогда стоит предупредить, какой-то материал вас вдруг насторожит, покажется не очень понятным, и даже не побоимся, покажется, может быть, каким-то скучноватым, не очень интересным, и будет возникать внутреннее чувство, а это нам, грубо говоря, зачем? И тогда, когда будет возникать подобное эмоциональное состояние, ну, мое предложение, если хотите, мой совет. Он хочет спокойно записывать то, что излагается лектором, и вспоминать при этом ту фразу, которую я и хочу процитировать. А теперь я пока еще фразы-то не цитировал, и только перехожу к ней. Один из очень известных ученых в 20 веке, это француз, и зовут его Клод Леви-Строз. Клод Леви-Строз. Клод Леви-Строз, наверное, этого человека можно назвать и философом, и психологом, и культурологом, и даже создателем собственной науки. Клод Леви-Строз занимался такой интересной тематикой. Он изучал древние мифы, древние легенды. Как мы относимся к древним легендам? Ясно одно, когда мы их рассматриваем, мы иногда не вполне понимаем их. Мы воспринимаем эти мифы и легенды подчас как загадки, как вопросы, на которые надо найти ответ. Мы как бы пытаемся эти мифы расшифровать, узнать, что за ними стоит. Так вот, Леви-Строз, опытнейший человек в этом деле, однажды сообразил. Он говорит, вот это положение, миф-загадка, миф-вопрос, на который надо найти ответ. Это положение надо перевернуть. Надо сказать, миф, древняя легенда. Это ответ, к которому мы еще не подобрали вопрос, еще не задали свой вопрос. Древний текст, повторяю фразу Леви-Строза, это некий ответ на тот вопрос или вопросы, которые мы пока еще себе не задали. Когда зададим вопрос, поймем ответ. Вот что имеет в виду Леви-Строз. Так теперь, наверное, многие из нас поняли, почему я привел эту фразу. Когда в ваших тетрадках будет появляться конспект по общей психологии, вы знаете главное. Весь ваш конспект, по крайней мере по этому курсу, это совокупность ответов на те вопросы, которые, быть может, пока вы даже себе не задавали. Это совокупность ответов на те вопросы, которые могут возникнуть в вашей будущей профессиональной жизни. И вовсе не нужно думать, что эти вопросы возникнут сразу. Но тогда надо аккуратно записывать ответы уже сейчас. Какими бы необычными они подчас не казались. Но это нарочно немножко из педагогических соображений. Видимо, вас чуть-чуть пытаюсь запугать. На самом деле, такой трудный материал возникнет очень постепенно. И сначала мы будем говорить с вами на том языке, который требуется. На языке, который способен сопоставить психологию житейскую и научную, которую мы с вами начинаем изучать. Ну, а теперь, перед тем, как продолжить, я, наверное, должен представиться. Моя фамилия Петухов. Зовут Валерий Викторович. Я работаю на кафедре общей психологии. И вот тот курс, который вы сегодня начинаете слушать, я читаю и в полном объеме, а полный объем это довольно много, и в объеме довольно компактном, ну, скажем, минимум, минимум знаний, которые необходим каждому, кто хотя бы чуть-чуть имеет отношение к психологии, минимум это три темы, три первых темы, которые у нас пойдут вот уже в сентябре. Ну, и, наверное, знаете, я как-то редко говорю о своих заслугах, но почему-то шел к вам сюда и на этот раз решил сказать с самого начала. Моя ученая степень, кандидат психологических наук, должность и звание доцент, правда, признаюсь, как та лягушка-путешественница, мне иногда хочется сказать, есть города в России, где я работаю уже профессором. Так бывает, ничего в этом нет особенного и страшного. Ну, и, наконец, пожалуй, самое яркое, о чем хотел бы сказать. В 1993 году я награжден Ломоносовской премией МГУ за педагогическую деятельность. Награжден благодаря вашим предшественникам вот таким же симпатичным, как вы все сейчас, будущим научным психологом. И даже в том же 1993 году, помимо этой маленькой медали, которую когда-нибудь надену, когда мы с вами будем заканчивать курс, нужно думать, что эту медаль надо надевать сразу, ее надо заслужить. Так вот, тогда же, наверное, похвалюсь еще одной вещью. Вместе с этой маленькой медалью меня наградили еще и большой медалью, которую я получил от студентов, а студенты благодарный народ. И эта медаль называется лучший преподаватель МГУ по гуманитарным факультетам. У естественников есть своя подобная медаль. Вот с таким предисловием мы продолжим дальше, а теперь еще одна важная деталь. Вы заметили, и может быть пока это немножко вас смущает, что в нашем зале установлены видеокамеры. Прошу вас, во-первых, не смущаться, а во-вторых, знать, что действительно ваш раздел введения будет сниматься на пленку. Такая работа уже велась с вашими предшественниками на нынешнем втором курсе, и наши операторы, поверьте, делают этот курс более ответственным, может быть, немножко более напряженным. Во всяком случае, этого напряжения вы не должны испытывать, поскольку для вас это так уже с самого начала. Не смущайтесь этих видеокамер, когда-нибудь посмотрите на себя, какие вы во время прослушивания этих лекций. Вы знаете, мне лично это очень интересно, когда наблюдаешь себя таким образом, узнаешь в том числе и о себе как психолог, узнаешь, поверьте, много нового, но об этом когда-нибудь в следующий раз, а теперь первая тема. Тема первая общая характеристика психологии как науки. Общая характеристика психологии как науки. Вступление. Давайте для начала просто разберем сам термин психология и подумаем, что он означает. каждому известно, что слово психология состоит из двух слов и оба эти слова восходят к древним грекам. Первое слово древний грек произнес бы как псюше, мы бы произнесли как психе и перевод этого первого слова для грека душа. Душа ну а для нас пожалуй более скромно но и более точно психика. Душа или психика. Кто знает греческую мифологию тот вспомнит о том что психея легендарная героиня древних греков а слово псюше и дает имя психея психея это невеста одного из богов этот бог эрос невеста эроса и не останавливаясь подробно на судьбе этой героини скажем так она родилась как смертная а в течение своей жизни стала бессмертной вот таковое отношение древних греков к слову душа кем бы ты не родился ты можешь обессмертить себя ты можешь стать вечным слова конечно не очень привычные для нашего уха это правильно и тем не менее уже сегодня мы по ходу дела рассмотрим что же древние греки понимали под словом душа а сейчас пойдем дальше второе слово логос логос пожалуй не менее важное во всяком случае не менее интересное для нас слово это слово имеет одновременно несколько значений его довольно трудно перевести на русский одним словом если переводить точно то уже нужно два слова первое это слово логос это просто-напросто слово но рядом надо поставить еще один термин термин смысл не просто слово а разумное слово слово позволяющее что-то осмыслить что-то понять мы с вами могли бы как бы вновь шагнуть через века и сказать что для нас логос будет переводиться как понятие понятие о чем-то ведь любое понятие и есть осмысленное разумное слово понятие или сам процесс использования понятий понимание осмысление изучение это все разные значения слова логос и тогда если переводить слово психология вместе объединить эти два слова то получится древний грек сказал бы разумное слово о душе разумное осмысленное слово о душе вот что такое психология а мы с вами сказали гораздо сказали бы гораздо скромнее наука о психике наука о психике и скажем сразу что наука это сравнительно молодая и конечно древние греки и их последователи много рассуждали о душе но сейчас слово душа в каком-то смысле уже ушло из науки по разным причинам и начиная с последней третьи прошлого века а именно сразу назовем дату с 1879 года с 1879 года психология возникает как самостоятельная научная дисциплина причем заметим сразу же что первая психология ориентируется на науки естественные такие как физика химия биология и вот этот подход естественно научный подход был для психологии основным мы скажем что сегодня это не только так и ведь действительно психология не может быть только естественной наукой психология это конечно и гуманитарная наука отчего здесь не пошутить сколько существуют факультеты психологии в нашей стране например наш 66 года или в тогдашнем ленинграде тоже 66 год или в тбилиси тоже примерно те же годы столько деканы наших факультетов просят ректора сделайте нас наконец естественным факультетом это наверное многие понимают во многом изменило бы статус факультета хорошо быть таким как физик или химик и тем не менее ректоры всегда отвечают нет и они правы психология стремится стать естественной наукой но при этом всегда остается гуманитарной в этом ее специфика и тогда как только мы коснулись термина психология давайте наберемся отваги и сразу же рассмотрим определение психики мы конечно здесь немножко рискуем потому что давать определение психики сразу это значит немножко огрублять суть дела что что такое психика это вообще пожалуй будет вечным вопросом для психологов и все же определенное понимание психики универсально его признает каждый и тогда мы для начала выделим две характеристики психики две характеристики будут такие первая первая характеристика если одним словом то это отражение психика есть субъективное отражение реальности отражение мира в котором субъект например человек живет и действует отражение объективной реальности о чем бы мы ни говорили о восприятии о мышлении о памяти внимании и так далее это все различные формы отражения это была первая характеристика и сразу же вторая вторую характеристику стоит назвать функциональной функциональной давайте поймем сразу так слово функция это ответ на вопрос зачем то есть кто-то может заменить пока себе это словечко функция словом роль значение каково значение психики какова ее роль и тогда эта функциональная характеристика по счету вторая будет следующей здесь ключевое слово регуляция психика психика нужна для регуляции собственного поведения роль психики управлять собой и если эти два словечка отражение и регуляция вновь соединить то мы получим такое определение психика это отражение реальности необходимое субъекту отражение реальности необходимое субъекту для жизни и деятельности в ней отражение реальности необходимое субъекту для жизни и деятельности в ней сюда же можно добавить еще раз для управления своим поведением для управления своим поведением добавим то что конечно известно каждому из нас психикой обладает не только человек поэтому обратим попутно внимание на особенности нашего языка мы будем говорить психикой обладает субъект как человек так и животное но если мы отважились дать определение хотя бы грубое определение психики то давайте продолжим ряд и дадим определение сознанию дело в том что именно сознание было первым предметом научной психологии в школьных представлениях о философии в курсах обществоведения например вы встречали такое определение сознание суть высшая форма психики то есть сознание это тоже психика но ее высшая форма и тогда две характеристики которые мы уже давали давали психики отражение и регуляция обе эти характеристики нам надо еще раз уточнить но теперь это будут характеристики сознания первая характеристика там где было слово отражение дело в том что если мы говорим о сознании то оно связано со способностью отражать не только мир но и себя в этом мире сознание по данному пункту коротко это способность дать отчет о себе способность дать субъективный отчет нам легко догадаться если наш субъект может что-то рассказать о себе о своих психических впечатлениях переживаниях и так далее то значит этого субъекта можно изучать именно тогда же в 1879 году основатель научной психологии немецкий ученый Вильгельм Вунд он не просто строил науку о сознании он опирался на определенный метод если сознание можно изучать то надо спросить как изучать каким методом первый метод научной психологии был назван интроспекция 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 по-русски смотрю внутрь смотрю внутрь наблюдаю себя по-русски иногда переводят это отчасти правильно но мы сейчас не будем останавливаться на деталях слово интроспекция переводят самонаблюдение наблюдение за собой это и есть в самом широком смысле возможность дать отчет о себе и так это была первая характеристика сознания теперь вторая дело в том что здесь тоже без пояснений скажем сознание вот в мировой психологии это многозначный термин а в психологии отечественной и все же пока давайте опираться именно на нее сознание считается характеристикой только человека ну хотя бы потому что наверное только человек может дать отчет о себе но не только поэтому вторая характеристика мы помним это функциональная характеристика ответ на вопрос зачем зачем необходимо сознание ответ сознание необходимо для регуляции совместной совместной деятельности людей сознание необходимо для регуляции совместной деятельности людей даже обратите внимание на само словечко со знание совместное знание для того чтобы действовать совместно необходимо сознание и тогда вновь подытожив все что сказано можно сформулировать такое определение сознание есть представление субъекта о мире сознание это представление субъекта о мире в скобках и своем месте в нем представление субъекта о мире и своем месте в нем связанное со способностью дать отчет связанное со способностью дать отчет о своем внутреннем психическом опыте о своем психическом опыте и необходимое для разумной организации и необходимое для разумной организации совместной деятельности людей так мы дали определение психики и сознанию наше вступление затянулось и скоро перейдем к первому вопросу а перед тем как это сделать все же отметим еще одну важную деталь посмотрим на слово психология еще раз посмотрим и увидим что слово логос имеет еще одно значение слово логос даже житейски начиная с тех же древних греков переводят как разумное устройство разумная организация и тогда психология есть разумная организация психики разумная организация психических черт у каждого из нас есть масса психических черт свойств качеств и они как-то организованы иными словами мы говорим почти житейски сейчас у каждого из нас в принципе своя психология и когда мы используем слово психология второй раз мы конечно не имеем ввиду науку мы имеем ввиду индивидуальный портрет каждого индивидуальный портрет психики каждого и это второе значение слова психология подчас заменяют такими словами как характер а это словечко тоже идет от древних греков характер темперамент или прислушаемся к сегодняшнему языку он тоже иногда близок второму значению слова психология довольно модное словечко которое обнаружило себя сравнительно недавно менталитет mental по-английски значит психический менталитет это буквально строение психики психологический портрет и тогда можно сделать так все эти названные слова характер темперамент менталитет психология можно объединить в одну группу и назвать словом индивидуальность индивидуальность вот второе значение слова психология индивидуальность давайте определим это понятие тут наверное каждый согласится и поймет это определение сразу же индивидуальность есть совокупность всех психических черт всех психических черт способов поведения субъекта которые которые отличают его от других индивидуальность совокупность всех психических черт способов поведения субъекта которые отличают его от других и здесь сразу же добавим конечно индивидуальностью обладает не только человек но и животное так же как психикой у тех кто любит животных или содержит их ну например у сотрудников зоопарка конечно есть развернутое представление об индивидуальности их питомцев иногда все посетители зоопарка кажутся на одно лицо а вот животные которых любишь и за которыми ухаживаешь они обладают массой индивидуальных черт если угодно у них свой темперамент характер кто-то скажет о менталитет и так далее и так далее и тогда скажем так мы сами того не заметив можем подвести из сказанного маленький итог наука о психике это первое значение сегодня именуется общая психология наука о психике и сознании конечно это и есть общая психология наука о психических процессах отчасти уже названных нами где рассматривается любой субъект а вторая ветвь там где рассматривается индивидуальность там психология так и названа если по-русски психология индивидуальных различий ну а с английского different различный мы получим название дифференциальная психология и надо сказать что эти две ветви всегда дополняли друг друга вот есть представление о человеке вообще и конечно должно быть представление об индивидуальных особенностях каждого общая и дифференциальная психология ну а теперь ну а теперь скажем так раз два значения есть у слова психология то конечно как минимум два значения должно быть и у слова психолог первое значение ясно представитель науки но это далеко не единственное значение есть конечно и второе помимо первого научного есть конечно и житейское значение и в этом житейском значении психологом хотите вы того или нет является каждый из вас из нас и наших знакомых это разумеется так человек общаясь с другими вынужден быть житейским психологом соответственно тогда и психология всегда будет не только научной но и житейской я сразу скажу что между ними не надо устраивать конкуренции мы в первой теме познакомимся с особенностями той и другой но сразу скажем вот конкуренции между наукой и житейской психологии устраивать не стоит потому что научная психология сравнительно молода а житейская психология всегда существовала и всегда будет существовать и тогда что сделаем мы мы наверное всю эту тему в целом посвятим сравнению психологии научной и житейской в чем это сравнение начнем издалека из того самого далека которого мы пометили древней Греции ну просто поскольку мы живем в том месте где живем то есть в Европе то нам свою культурную историю отсчитывать следует от древних греков мы посмотрим не только древних греков но это не все сразу а